здравствуйте друзья вы видите у себя на экранах страничку в гугле на которой я написал название университета и вот это известный университет в частности он известен не только спортивными достижениями но известен еще и теми опросами общественного мнения которые там делается это очень как бы сказать высокого рейтинга высокого уровня опросы это не такие что там можно там пренебречь там и тогда тот опрос о котором мы сейчас говорим там ошибка была 3 процента проводился он на полутора тысячах человек и вот мы сейчас глянем мы идем на страничку где у них вообще опросы и давайте мы глянем опросы 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 вот пожалуйста вот у них 5 декабря вот у них был опрос значит где они в частности спрашивали людей про реформу налогообложения давайте пойдем читать и вот в этой самой реформе налогообложения он реформа еще не принята потому что осталось свести вместе план который делал палата представители план который делал сенат вот они в субботу там в ночь с пятницу на свободу подписали в смысле приняли но платформа общая там в некоторых деталях они расходятся это это быстро слепит вместе никаких там кардинальных проблем не будет они ее сделать но дальше какова цена будет этой реформы во первых для страны а во вторых для людей которые с этой реформы носятся как будто они счастливили все человечество и вот мы видим что значит шестьдесят четыре процента американцев сказали шестьдесят четыре процента американцев что это для богатых то богатые на этом заработают и только двадцать четыре верят что средний класс там что-то получит и пять процентов даже думают что вот те которые мало зарабатывать вот и значит двадцать девять процентов поддерживают и пятьдесят три процента не поддерживают эту реформу такая такая статистика если вы хотите там все остальные результаты там много чего спрашивали почитать можете почитать но я поскольку неоднократно возвращался к налоговой реформе последнее время и в наших передачах и я говорил что это кидало и достаточно очевидно и в общем-то не нужно быть там доктором экономических наук чтобы понимать что делается и за чей счет делается то есть берут население населению кидают три копейки а записывают в рубль почему рубль потому что 97 центов копеек если должны пойти богатым не только корпорациям но и частным лицам которые не в корпорациях но тоже очень 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 богаты и вот им тут а то есть чем богаче тем как бы и выгоднее это все поэтому дурачков особо нет вот это я хотел сказать и показать и я считаю что это очень интересный результат так что посмотрим что будет дальше но во всяком случае чтобы вы понимали что это абсолютно не то что вот вся страна в истерике бьется от счастья что вот сейчас у нас будет какая-то там налоговая реформа вовсе нет вовсе нет и в оглавлении здесь написано значит такс план значит способствует богатым говорят значит избиратели да и в пропорции три к одному вот так вот пожалуйста значит спасибо за внимание я не собирал сейчас ничего говорить но так уж вышло что новость свеженькая вот от сегодняшнего дня поэтому я подумал что потрачу пару минут чтобы вам рассказать счастлива и до новых встреч